Двойное звучание – так назвали выставку своих работ супруги Елена и Александр Шафранский. И действительно, глядя на их картины, понимаешь, что два мира, такие разные и самобытные, слились в одну гармоничную мелодию красок и цвета. Идеально дополнили и продолжили визуальную историю друг друга. В глубинные замыслы серьёзной живописи Александра свежим ручьём втекают шёлковые лёгкие мотивы батиков Елены. «Чудо её работ – она впускает в свои композиционные пространства зрителя. И тебе хочется там пропутешествовать, тебе хочется оказаться среди вот этих фантастических деревьев. Посмотрите, какие деревья необыкновенные. Они, казалось бы, необычные. Ты понимаешь, что это дерево, но оно наполнено своими какими-то качествами, которые должно нести дерево как живая сущность абсолютно. И мы видим это и в цвете, мы видим в каком-то пространственном растворении, сочетании цветов. Мы видим там птиц, мы видим там и цветы. И в то же время это единое композиционное орнаментальное пространство». «Мне кажется, что то, что она проживает внутри, то у неё и в её батиках происходит. Поэтому это очень такая светлая личность, с которой хочется разговаривать, хочется встречаться, хочется общаться, хочется песни петь». «Нарисуй, художник, осень, где один из королей, золотые листья носит в старой слухе из ветвей. Он детишкам дарит в детство шарик, старикам морщин узоры дарит, и своё большое сердце мне». В отличие от живых, где-то сказочных и наполненных лёгким светом работ Елены, картины Александра погружают в глубокие мысли. Он создатель больших тематических серий картин, отличающихся интеллектуальной оснащённостью. Нередко Александр использует форму триптиха. Эхо-стилистическое единение нескольких полотен помогает рассредоточить мысль в плоскости и в то же время объединить её в сознании. Его полотна вызывают глубокие философские мысли и достают из глубин души совершенно разнообразные чувства, порой весьма странные и противоречивые. «Удивительно позитивные и очень сложные композиционные работы. Они вмещают в себе и понятийный уровень, и личностный такой. То есть это и личность Евы как таковой, да, но так как глаза там несмотрящие, да, глаза небесные, глаза вневременные. У Адама тоже там настолько всё, как бы вам сказать, до сегодняшнего дня пропахано. Ты смотришь на историю, на время, на наше мироздание, как на светлый, радостный и солнечный процесс. В лучах плодов, в лучах цветов и в лучах самого цвета солнечного и света». «Ощущение боли какой-то невероятной во всех работах сквозит. Но вместе с тем, вот начало, да, от начала, если идти от Филонова, Гумилёва и библейских сюжетов, да, то приходим к вечности, как по экспозиции автор расположил работы. Вот от очень болезненного к светлому, именно к свету, к тому, что идёт, в общем-то, в жизни, на что мы надеемся. А дальше Лена продолжает просто вот этим всплеском своим потрясающим декоративным и ощущением цветов своих композиций. Это очень интересная выставка». Александр и Елена – очень гармоничная пара, как отмечают их друзья. Да и со стороны человеку посторонним у невооруженным взглядом видно, как заботливо и трепетно они относятся друг к другу. У творческих людей и круг общения соответствующий Александр попросил общего друга от его имени посвятить супруге стихотворение Гумилёва. «Из букета целого сирени мне досталась лишь одна сирень, и всю ночь я думал о Елене, и потом томился целый день. Всё казалось мне, что в белой пене исчезает милая земля, расцветают влажные сирени за бортом большого корабля. И за солнечными небесами обо мне задумалась она, девушка с газельными глазами моего любивейшего сна. Сердце прыгало, как детский мячик, я как другу верил кораблю, потому что мне нельзя иначе, потому что я её люблю». Ирина Зинченко и Сергей Яковлев для программы «Городские вести».